Так, у нас сейчас будет сложный квест, нужно к нему подготовиться, для этого я схожу в лагерь и возможно даже сделаю изменения в составе команд. Мне очень нужно, чтобы у всех был туманный шаг, значит мой персонаж имеет его, Минск имеет, вот Шадоухат не имеет и Джихейра не имеет. Возможно по этой причине мы сделаем некоторые рокировки, также нам нужно зелье скорости, возможно зелье невидимости, яд дроу, дверь в пространстве и невидимость. Так, ладно, для туманного шага я Джихейре просто заменю сапоги временно, вот эти мы дадим Астариону. Также со всех на базе я изыму свитки, дверь в пространстве, свитки с невидимостью тоже, яд дроу, очень много у Астариона, это хорошо. Так, зелье скорости тоже изымаем. Конфискация. Зелье полета тоже забираем, кстати его у меня немного. Телекенез тоже заберем, что-то вообще только один свиток, очень мало. Кстати, Шадоухат в новом билде, она мощная, но она не может исследовать заклинания. Ладно, попробую таким составом, но если не получится, сильно не бейте. Так, я, кстати, закуплю жрачку, потому что у меня ее мало стало. Пусть будет. Так, закупил несколько полезных штук на 2000. Так, в зельях еще всякого накупил. Так, перед тем, вот, собственно, почему я заморачиваюсь, перед тем, как ходить в литейную стальной страже, нам нужно вот сюда вот, вот сюда глубоко-глубоко вниз ходить. Чем мы сейчас и займемся, и выполнить там тоже большой сложный квест, к которому я готовился. Тут каких-то предпочтений по персонажу нету, поэтому я просто своим главным персонажем буду уходить. Так, давайте по порядку, экспертная оценка, можете поставить на паузу, прочесть. Тебе тут никто не рад. Не знаю, что ты взял, что у тебя есть право открывать свою лавку в нашем славном городе, но в ортах Балдера тебе не радую. Матвей в свою подземь или в Абсолют или откуда ты и там, чтобы в нашем городе твоего духа у Мозгоецкого не было. Это что? Ложь в сообществе Блистательных. Какая бойня. Не было тут Телтора, чтобы защитить эту ложу. Записки Хавклаага. Если я не смогу проверить свои гипотезы в контролируемых условиях, то они так и останутся простыми теориями. Мне нужно жизнеспособное яйцо Гитьянг, я должен каким-то образом заполучить его. Или получится, что Хавклааг не серьезный исследователь, а просто интеллектуальный дилетант. Да, это то, о чем я давно говорил, что не буду вам спойлерить. Это сообщество Блистательных. Вроде бы, я не помню, мы отдали ей яйцо или нет. Кстати, я вообще забыл. Сейчас вспомню, я даже забыл, как я квест завершил. Здесь что-то есть. Просьба не убирать картину с чердака тому, кто ее убрал в прошлый раз из-за ваших необдуманных действий. Профессор оказался заперт в пытайной комнате, и он не жаждет повторить этот опыт. Письмо Грейвен Холлоу. Душа моя Айен Рахель. Мы знали, что этот момент настанет, когда ты найдешь эту записку, у меня уже не будет. Не знаю, на все твои советы и все мои старания зоу библиотеки Грейвен Холлоу невыносимо манил меня. Знаю, что ты будешь сердиться, но также знаю, что будешь волноваться за меня, поэтому пишу тебе не волнуйся. Я верю, что библиотека укажет мне путь. В конце концов, разве может она желать лучшего посетителя, чем тот, чьи помыслы так же чисты, как мои? Кто мы такие, если не следователи бескрайних знаний подземья? Мне бы так хотелось убедить тебя пойти со мной, но, увы, мои старания потерпели неудачу, так знаешь же, что в моих намерениях вернуться к тебе в добром здравии. Я не буду просить тебя ждать меня, могу лишь надеяться, что ты будешь ждать. С любовью, Дунил. Я не помню, мы его труп нашли или что? И что тут подсветилось? Дебаты в сообществе. Дебаты проводятся каждую неделю. Тема следующих дебатов — использование спор над землей. Стоит ли выгода риска? Хавклак. Ключ, боевой посох. Тебя арестов... Да какого хера дверь надо закрывать? То есть то, что там трупы валяются и все в крови их не смущает, но вот я зашел и посмел коснуться. Да, это ключ подсветился, если что. Кодекс старяно. Можете поставить на паузу и... Хотя у них тут... Не перелись, где верящие, когда неприкосновенность о собственном diagnosed with. Да я прочесть, дайте мне кодекс. Справедливость и добро провыше всего, почитание и верность королю, почитание и уважение праведное добродетельное, почитание и служение уравнителю Келемвору, милосердному лимантеру и вершителю справедливости, Бахамуту. Почитание и защита низших видов, почитание и справление врагов справедливости и добра, почитание и терпимость к себе. Громкие слова, но... Могу с ним поговорить через разговор с мертвым. Кто убил тебя? Подопытный молодой гид Птарис. Почему тебя убили? Недосмотр, не сделал превентивную ликвидацию. Чем ты занимался? Доказательством генетической теории морали. Я оказался прав. Где твой убийца теперь? Не знает. Что с тобой произошло? Эксперимент пошел не так. Не по моей вине. Кто ты? Халк, гениальный ученый, философ. Кошель. Исследование Рут. Неожиданно страстная подборка исследовательских замет и комменталов. Можете поставить на паузу, прочесть. Образец литинского паразита. Кошель. Разбитая банка с паразитом. Безжизненная коническая тельца личинки, зацепившаяся за треснувший обод разбитой банки. Уже не представляет опасности, но и пользу никакой не принесет. Ключ от сундука Лаймича. Паломничество в Грейненхеллоу. А что-то паломничество. Можете поставить на паузу, прочесть. А происхождение зла. Можете поставить на паузу и прочесть. А, хотя, тут интересно. Дьявол, а демоны, освежеватели разума, дроги, тянки. Что общего у этих созданий с распространенной точки зрения их объединяет то качество, которое мы зовем злом? Но так ли это? Если подскрести верхний слой, легко обнаружить, что есть и другие общие знаменатели. Пожалуй, более привычные нашему пониманию, нежели трудноописуемое зло. Далее развивается мысль о том, что в зарождении зла якобы повинны страдания поколений, боги, личности, окружающая среда. Однако, никаким определенным выводам автор не приходит. Произношение именований чудовищным в всеобщем руководству для педагогов. Можете прочесть. Кошель. Сундук. У меня, наверное, да, у меня ключ есть. Переписка Леди Эстер. Мастер Хавклак. Надеюсь, мое письмо найдет вас в добром здравии и расположении духа. Позвольте представиться. Я Леди Эстер, страстная любительница загадок мир зданий и преданная почитательница чудес побережья мечей. Цель моего сегодняшнего послания – поделиться с вами захватывающим открытием. Мне удалось обнаружить действующие ясли гетьянки прямо здесь, в Фаеруне. К сожалению, путь к этому открытию был весьма тяжелый. На данный момент я изрядно истощила свои моральные и материальные запасы. Я уверена, что ученый муж вашего достоинства прекрасно знаком с трудностями, с которыми приходится проникать в подобные места. Посему я смиренно прошу выслать денежный аванс, дабы я могла завершить ваше задание. С нетерпением ожидаю вашего ответа и надеюсь, что вы удовлетворите мою скромную просьбу ради выполнения вашей миссии. С глубочайшим почтением, Леди Эстер. Записка с благодарностью. Нашему достопочтенному коллеге из сообщества, ваше приглашение представить нашу работу в ложе принято с благодарностью. Ответ по всей форме воспоследствует лишь только мне представиться возможность проконсультироваться с моим коллегой Амелумом. Тем временем прошу считать данную записку предварительным согласием с признательностью за ваш интерес. С нетерпением буду ждать возможности в скорости пообщаться лично с наилучшими пожеланиями Блорг. Амелум это еще один алитит, который освободился от влияния мозга, который в подземье, по-моему. Кто ты? Один из тех, кого нужно научить разницы между хорошим и плохим? Уйти-уйти какой. Что-то в этом юном и гитянке кажется тебе знакомо. Может не он ли вылупился из яйца, который ты забрал из яслей? А они что, растут не поднявая по часам? Паладин, моя крата помогает мне определять, что хорошо, а что дурно, и учить меня нечему. Так это ты устроил резню, которую я там видел? Отец был плохим, они все были плохие, я пытался сделать их лучше, но они были недостаточно сильные, им не хватало твердости. Я не понимаю, у гитянки это врожденная, что ли, вот эта отбитость? Об этом я буду судить, мальчик, продолжай объяснись. И поэтому ты их всех убил? Леди Эстер тоже была плохой? Ей не хватило сил, чтобы быть хорошей. Она была как отец, слишком мало сил и духа. Он не был праведным, он не был невинным, у него были нечистые мысли. Такое зло можно исправить только одним способом, болью, страданием. А если и это не поможет, то смертью. Скажи мне, ты хороший или нет? Я хорошо умею быть плохим, устроит тебе такой ответ? Клетово в возмездии, я с убийцей беседовать не собираюсь, ты перебил их и должен понести наказание. Так, если с убийцей не собираюсь, ты его убить придется? Ты собираешься наказывать меня? Я знаю, что ты мне сделал, я вижу воспоминания в твоей голове. Ты украл меня у моего народа, так я казался у этой женщины. Я был не вылупившийся, беззащитный. Ты принес меня сюда, чтобы мой отец мог мучить меня. Ты оставил меня сюда, чтобы отец мог уничтожить меня. Не понял, а у него что, личинка что ли есть? Ты плохой, и тебя нужно проучить. Убеждение. Если бы не я, тебя бы убили, я тебя спас. Давайте убедим идиота. Я не понимаю, откуда такая сила у этой малолетки? Он что, какой-то избранный, что ли, Нео из Матрицы? Там другие гитьяны были, даже вон, тренировались на тренировках, слабаки были, слабаками. Он вылупился не у гитьянок, так вымахал, блин. Ты пытался спасти меня? Я не понимаю. Минск одобряет, Джихейнер Эра одобряет. Отец спас меня. Я был плохим, злым, но его учение сделало меня хорошим. Я исцелен. Он тебе солгал, никто не рождается злым. Хорошие и добрые прощают тех, кто поступает дурно, а не убивают. Он тебе солгал, никто не рождается злым. Но зачем тогда он причинял мне боль, если не хотел меня исправить? Кодекс плохой, я чудовище, как он и говорил. Я не заслуживаю доверия. Я не заслуживаю доверия. Как он сказал, что я был. Что я наделал? Тысяча опыта. Так, а все-таки они его свели с ума? Вот эти вот, они на него какие-то опыты ставили зверские? Или что? Или он родился с ЛЛМ? Но, видимо, нет. Видимо, они его свели с ума. Вот эти вот, кто это? Блистательные. Сообщество ищет искателей приключений. Это я ей передал, наверное, яйцо. Возможность от сообщества блистательных. Нашему легендарному сообществу требуется очень редкий на нашем плане предмет яйцо гетьянки. Да, это понятно. Перчатки золы и шипения. Какофония, поса, громовая кара, повалить. Кстати, Шадохадж у нас это владычица бури, так что добро пожаловать. С ней поговорить можно? Трупу нечего сказать. Что я наделал? Ладно, в общем, если я правильно понял, все-таки это они виноваты, они его свели с ума. Они его, видимо, они ему с самого рождения говорили, что в нем какое-то зло и так далее. И, в общем, ему вот эти ментальные установки внушили, и он просто в какой-то момент слетел с катушек. Невротизировали его, невротизировали, и все. В квестах ничего не изменилось, так что я его просто оставлю. Оставлю это здесь. Уровень 12 Гитьянки, Вундеркинд Гитьянки. Неестественный рост. Ну, они его неплохо, нифига себе, у него статы 18, 20, 20, 24 интеллекта, он гений. Ну, реально Вундеркинд Гитьянки. Да, ну ладно, пусть, может, он принесет теперь пользу человечеству. Или, не знаю, начнет выискивать Гитьянки и... Образумевать их. Так, лады, идем дальше. Мы отклонились от плана. Так, здесь я ходил уже, туда я ходил. Честное слово, кулак меня нарочен, довести пытается, но я на провокации не поддамся. Кулаки раньше были нахальные, когда им стальные жбаны помогать стали, совсем с катушек слетели. Посижу-ка я спокойно, дам отдых усталым костям. Пусть борзая младежь с этим переполохом разбирается. Гражданские должны научиться уважать власть, и хорошо, что я готова их этому научить. Он меня скоро призовет, точно знаю. Так, подожди. Блин, пока дойдешь до квеста, тут столько всего. Поместье Джанат. Доброго дня, господин. Прошу прощения, но госпожа Джанат не принимает посетителей. Если ты здесь по поводу ее недавнего замужества, можешь оставить подарки и теплые пожелания мне, я непременно их передам. Прошу прощения. Прошу меня простить. Как ты понимаешь, господа Джанат сейчас не в настроении для разговоров. Пожалуйста, приходи в другой раз. Дракона рожденных, в твоей брани куда больше правды, чем во всех остальных словах, пускай и безупречно учтивых. Говори прямо. Твое ухо сразу чует правду, мой чешуйчатый друг. Я не стану скрывать ее от тебя. Госпожа Джанат желает побыть наедине со своим новым супругом. Всей прислуге она далась сегодня выходной и отослала из дома. Что же, если ты попытаешься войти, я вряд ли смогу остановить тебя. В конце концов, у меня же выходной. Освободить художника. Тарун, дворецкий госпожи Джанат сообщил нам, что в доме происходит что-то странное. Ему явно не по себе, надо с этим разобраться. Очевидно, что в поместье жена что-то не ладо, надо с этим разобраться. Оценка искусства. Однажды утром моя мать отвела меня в сторону. Ёп. Переход в походовый режим, что это за херня. Минск и что-то атаковало. Тут что, призраки что-ли? Однажды утром моя мать отвела меня в сторону и сказала, что мой отец ушел с ума. Было мне тогда 7 лет, надо дать ей должное. Она сказала, что это довольно мягко. С папой все в порядке, он просто ушел с ума. А когда я спросил, значит ли это, что он снова заперся в мастерской, и 3 дня не будет выходить рисуя без передышки, она сказала, что нет, просто он наполни ее заточенной кистью. Она сказала это без эмоций, без слез, просто констатируя факт. Они были женаты 6 лет, связав себя узами брака через год после того, как мама вытолкнула меня из своего чрева в сарае на захолустной окраине глубоководья. Искусство забавная штука. Митчери Вепсон в своем превосходном исследовании говорят нам, что хорошее искусство копирует жизнь, а великое искусство преодолевает ее. В то утро в 7 лет в расшнурованных башмаках и с натертой от слишком быстрого катания по полу задницы осознала стильность этого утверждения и его следствия. Преодолевая эту странную вещь, называемую жизнью, великое искусство может с такой же легкостью ее поглотить. Так, я понял. Подожди, мы можем пока что... Ёперный театр, они кошмарят нас. Можем ли мы отсюда сейчас выбежать на секундочку? Охренеть. Так, значит переместимся вот сюда, нам надо в этот дом. Так, вот сюда вот потом мы слезаем. Дом Вон Нейна. Одноглазому. Уважаемый Одноглазый, не знаю кто ты, но я знаю, что у тебя есть общая... Что у нас есть общая подруга, близкая подруга, которой давно не отвезти. И когда мы с ней разговаривали в последний раз, она говорила, что собирается с тобой встретиться. И с тех пор ее не видели. И я не хочу тебя ни в чем обвинять, но я действительно беспокоюсь. Если ты что-то знаешь о том, где она, пожалуйста, найди меня и сообщи. Я буду в доме владычицы. Вот. Ключ от люка в пляжном домике. Так, открываем этот шкаф. Оставь меня в покое. Что? Что ты здесь делаешь? Исходящий от него Вон не оставляет никаких сомнений. Смерть, разложение, отчаяние. Это Трамбо. Беглец, которого так просил вернуть мистический падальщик. Это мое место. Хочешь свое, иди и найди. Я пришел найти тебя. Мистический падальщик очень просил доставить тебя домой. Мистический падальщик? Ты на него работаешь? О нет, 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 нет. Я так и знал, что он не даст нам спокойно уйти. Ты не обязана ему помогать. А то он должен быть твоей целью, а вовсе не я. Почему? Ты же с ним встречался. Как после этого может понадобиться какая-то еще причина? Он убил меня и моих друзей. Схватил нас прямо на пристани. И превратил нас в этих тварей. В чудовищ, приспособленных для потрошения, измельчения и сквернения мертвых. Он постоянно издевается над нами и заставляет делать самые ужасные вещи, которые только можно представить. Нас было пятеро. Мой друг Талус больше не смог этого выносить. И однажды он просто взял и пробил падальщику череп гвоздем для гроба. Потом загнал еще один гвоздь и еще. Тогда мы подумали, что он справился, освободил нас всех. Но когда наступил рассвет, Талус внезапно как окаменел, будто его что-то схватило. Мы рванулись к нему помочь, а он взял и взорвался. Мне все глаза залило кровью и какими-то ошметками. А потом я оглянулся и увидел падальщика. Он просто стоял совершенно невредимый. Это ужасно. Хорошо, я тебе помогу. Что я могу сделать? Ты знаешь, как падальщик смог вернуться из мертвых? Если бы знал, то сам попытался бы убить его. Знаю, что прозвучит это странно, но я наблюдал за ним, пытаясь понять. И я думаю, что он владыка мумий. Владыка мумий? Это еще что такое? Древнее злое существо, которое отказывается умирать. Которое не может умереть. Я слышал истории о них, и другого объяснения я продумать не могу. После смерти Тауса падальщик завязал мне глаза и отвел в странное место. Нечестивое древнее место, куда не посмел бы ступить никто из живых. Там внизу он показал мне сосуд. Сказал, что в нем секрет вечной жизни. Если я буду хорошо себя вести, он поделится им со мной. Я думаю, там было его сердце. Я не дурак. Я видел, что он сделал с моим другом. Боги, как мне хотелось разбить этот чертов сосуд. Ведь знаешь, именно так можно убить владыку мумий. Я уже нашел его логово. Сосуд, который ты видел, он спрятал его в твоем теле. Что? Его гнилое сердце все время было внутри меня? Лиши мистического падальщика бессмертия. Фух, вытащи его. Я должен его вытащить. Дневник обновлен. Он жив-то останется? Не важно, все равно это безопас... Самое безопасное место, чтобы спрятаться. Просто не повезло, что меня обнаружили. Мне нужно набраться терпения. Я нужен, братья. Подожди, поговорить-то с тобой можно? Мерзкий ублюдок. Он все это время... Время порятал его во мне. Пожалуйста, возьми эту мерзкую дрянь и сотри в порошок. Получается, я полностью все части тела мистического падальщика нашел. Блин, придется с ним сражаться. Так, мозг мистического падальщика у Карлах. Забираем. Печень мистического падальщика тоже у Карлах. Это я в предыдущих частях прохождения их нашел, тайм-коды везде указаны. Легкие мистического падальщика тоже у меня были. Все, огонь. Из лагеря все забрал. Теперь мы можем либо убить мистического падальщика, либо договориться о новых условиях. Вообще, он похож на абсолютное зло, не знаю даже. Давайте посмотрим сейчас. Я тоже это чувствую. Наш гость принес с собой зловоние и непослушание Трамбо. Отдай мне его труп, живо. Трамбо показался мне достаточно безобидным. Думаю, мы должны договориться о новых условиях. Я нашел спрятанный в теле Трамбо сосуд. Трамбо достаточно безобидным показался. Каким он показался тебе, каким он был для меня, два совершенно не отнесящихся друг к другу вопроса. Я желал вернуть его, а ты согласился, и ты сделал. Таким образом, условия устраивают нас обоих. А теперь отдай мне его тело, хватит терять время. Думаю, мы должны договориться о новых условиях. Я нашел спрятанный в теле Трамбо сосуд. Значит, так ты хочешь поступить? Изменить условия соглашения сейчас, когда чувствуешь, что у тебя есть преимущество? Знаешь, факела отмены вполне достаточно. Запугивай, у меня нет... У меня не просто преимущество, у меня твое сердце. Так что, подсласти-ка сделку, или я уничтожу сосуд. Да перестань, что для тебя горсть золота, когда на кону стоит твоя жизнь? В храбрости тебе не откажешь. Ты пытаешься антажировать того, кто одним мгновением руки заставляет танцевать мертвых. Зато, как мастерски, ты выполнил мое поручение, заплачите немного сверху. Этих денег и факела вполне достаточно, чтобы мой долг был выплачен сполна. Твой дух удивительно стойкий. Я с нетерпением жду новой встречи с ним. Факел отмены. Мы отдали мистическому падальщику сосуд с его сердцем. А нельзя его получить, если его грохнуть? Мы нашли сердце, нужно уничтожить его, если мы хотим покончить с падальщиком раз и навсегда. Мы же сказали Трамбо, что сердце падальщика хранится в нем. Че этот факел дает? Факел отмены. Этот факел неизменное орудие любого уважающего себя экзорциста. Он горит бледным пламенем, уничтожающим якоря призраков, которых нужно изгнать. Так я его могу... Мозг мистического, печень, падальщика... Падальщика. У меня все есть, наверное. А, я ему сердце отдал, получается. У нас еще остались дела в этой жизни, а до следующей они подождать не могут. В общем, факел хрень какая-то, и мне кажется, его нужно убить, как каргу. И... Я изучил вопрос, вроде бы... И даже награды лучше, если его замочить. Давайте попробуем уничтожить. Как это все уничтожить-то? Давай, ритуально все расставлю здесь. Чуть-чуть-чуть-чуть. Опа, а что это такое? А что здесь появилось-то такое? Так, давайте встанем рядом с ним. Так, а Минск кто-то ухерню начнет уничтожать. Ну-ка. Я могу ее по одной спокойно уничтожить? Ёп! Да вы че? Так, ладно. Тогда у меня есть другая хорошая идея. Вот тебе сейчас. Так, надеюсь, это меня не взорвет. Можно было и в предыдущей версии, но зачем столько хп тратить? Что же, вместо того, чтобы сделать, что сказано, ты совершил акт беспричинного вандализма. Я ожидал большего. Мне показалось, что я ясно изложил условия нашего соглашения. Думаешь, мое бессмертие так просто разрушить? Сделано это было легко обратить спять, но ты этого уже не увидишь. Надеюсь, за несколько веков рабства ты усвоишь, как важно соблюдать договоренности. Ого, какой. О, а ну я ему пол хп снял, расставив. Лишить мистического падальщика бессмертия. Сердце мистического падальщика уничтожено. Теперь, если мы его убьем, это будет уже наверняка. Так. Ну, эти-то понятно, все зомбаки. Надо его сносить. Так, у меня там где-то... Заминска. Тут столько этих способностей, что не поиграешь один день и забываешь уже... Что и почем там. В общем, его буду сносить. Легендарная устойчивость, это что это такое? Существово получает бонус 10 к следующему испытанию. Вы можете использовать до трех раз. Ого. 95% вероятность. Ладно, придется... Ладно, используем на него. Так, иначе у вас снова бойца призвали. Не восприимчивость к эффекту колющего урона. Жа, а как его туда? Уязвимость только к урону огнем охранять? У меня вроде огненного нету ничего. Я ему пофигу на все эти. Ладно, просто пальну в него. А, вот урон. Все, начал проходить урон. Так что все, нормас. Невосприимчивость к эффекту тошнота у меня. Не зря я прокачал. Ого. А почему это я ходить не могу? Меня атакуют, если я сейчас мимо пройду. Но лучше его открыть. Потерплю. У меня кровь взрывается, блин. Лучше его закончить. Вот она. А что, тоже ходов нету? А они у меня что-то забрали? Вливание огня. Приследчиваем мне сеньору наружу. Существует... Интересно, почему у меня ходов-то нету? Действие у меня забрано. Ладно, оружие призовем хотя бы. Ты что, она не может ходить сейчас? Ну ты хотя бы давай. Кстати, а Джихейру-то впервые мы будем тестить. Атака-подсечка. Можно попробовать его положить вообще. О, отлично. Все, мы его положили. Вообще супер. Я думаю, я его сейчас добью. Можно клинок теней протестить на нем. Он должен у меня сразу в руке оказаться вообще. Меч первой крови. Да, вот клинок теней. 9, 29, 9, 27. Даже оно покруче. Можно еще... Атаку-подсечку. 12, 30, 13, 38. Ну давай атаку-подсечку. Потому что больше всего урона. Точная атака. Ваш бросок атаки для следующей атаки получает бонус, равный выпавшему значению на кубике превосходства. Вот и эту хрень можно протверить на нем. Что-то маловато. Это последний ход. Так что, ладно, я использую. Все. Все, сдох. Но придется этих все равно зачищать. Нам удалось успокоить мистического падальщика, раз и навсегда. Успокоили. Блин, все равно испугали Джохейра. Да, Джохейра стал намного круче с новым билдом. О, даже промахи по ней. Круто. Да, и Минск тоже зверь. Как и было предначертано, как и было предсказано в комментах. Ну, хотя, может быть, это просто вот эти лошки, я не знаю. Опять ходов нету. Да че ж такое. Ладно, гуляй так на полную. А, тут эта падла какая-то. Да че ж такое-то. Ну, можно и целялки на туда использовать. Жаль, да снова персень дотянулся. Кубики превосходствую, что и закончились. Так. Да как промах 95% вероятность удара, ты серьезно? 95% у меня промахи. Как это вообще? О, да. Мощные билды. И ShadowHat тоже мощные. Походу, мой персонаж, мы его надо перекачивать. Мой, походу, слабый. На фоне них они вообще урона не получают. А, ну она потому что исцелила, но все равно они... Не, у меня довольно неплохой билд. Это для снова персану. Что там наверху нужно будет этих зачистить как их. Ну, в ближнем бою, конечно, он херовый. Что и не удивительно, у него функции совершенно другие. Да какой к черту промах? Она лежит 95%, это такая жесть. Могу призвать сферу, которая будет наносить урон. Ну-ка, интересно. Нет. 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 О, вышел из-под огоньной сферы, интересно Это как в аду, что ли, эту хрень? Слушай, смотри, как они побежали из-под нее О, ловушки О, наконец Ну, призрачная стража тут, естественно Так, что-то у меня еще есть Пам-пам-пам-пам-пам Я еще, на самом деле, не изучил, так сказать, как это на практике И все эффективности С его билда Само бились от Минска, это что-то новенькое Да, и Минск Не может ходить Смрадное облако, наверное, из-за смрадного облака Вот оно что-то накладывает Не может предпринимать действия А, тошнота, понятно, да В общем, зомби-мумии слепые, они по звуку, что ли, ориентируются Еще один готов Еще один готов Ну, сейчас поменьше стало от же херы, конечно, наносить дамаги Но все равно неплохо А, ну исцелялки тут вообще не работают Из-за этих смрадных облаков и так далее Все Мистического падальщика, в самом деле, больше нет Он больше не потревожит этот мир Они не взорвутся, эти мумии, долбаны Ну, ну, такая Не понял У тебя получилось, его больше нет Правда, больше нет Я не знаю, как благодарить тебя Мы, наконец-то, свободны Вот, пожалуйста, возьми это кольцо Думаю, оно ценное А теперь, когда падальщика нет, мне оно не нужно Ты есть что-нибудь на продажу? Да, думаю, я продолжу делать падальщика Такому городу не обойтись без медиума О, это реально хэппи-энд Кольцо в ладыке подземелья Очень крутое кольцо Ну, а продает он то же самое, что падальщик, по-моему Дай мне только его залутать-то Так, ржавый ключ Это, это А, вот то, что он продавал, собственно, тоже Я возьму, но там хрень в основном Свиток Круг Смерти Посох изнеженной некромантии Улучшенной некромантии У существ есть помеха при испытаниях против ваших некроманских заклинаний Когда владелец убивает враждебное существовало заклинание Он с жадностью поглощает ее энергию Получает жизненную силу до своего следующего долгого отдыха А у меня особо некроманта-то нету Там чуть джехера восстанавливается Ну, в этих все пусто О, Ульнар Труп с слишком поврежден С падальщиком тоже нельзя поговорить Может, устроим скромную вечеринку А почему бы и нет? Я люблю вечеринки Отличные ребята, слушай Странный попрошай-косак Да, точно, ты разрешишь, Трамбо? Тот за твою доброту и за падальщик огнеющего в могиле Так Да, он не вернется, он, Люмбер С ним разделались раз и навсегда А если вернется, Трамбо нас защитит Он всегда защищает Подожди, что за хрень с сундуком? Он, наверное, разрушился, этот баг Факел отмены Я все равно получил факел отмены Реестр приобретений Далее следует заплесневелый список предметов Их назначения заказчики местонахождения Следует добыть куклы-некромант Оживление мертвых Ашта Гельдик Эшта Кость Бездилонную глубину Успокоение души Фитвин Кендрик Мунши Факел отмены Сжигание якоря Измученного духа Оскар Феврус Ротебалдура Может, надо запомнить этот Факел отмены Может, он какая-то полезная хрень Но Я, короче, в итоге все получил Это лучшая концовка Она и по морали лучшая И лучшая Вообще, как бы Вообще по всему Нифига себе, их тут много О, мой добросовестный религийчный друг Чем я могу помочь тебе? Теперь у меня будет своя собственная спальня Я могу поставить там всякие красивые штуки Для сестренки Как она заглянет в гости Как думаешь, из трупа падальщика Получится хорошая груша для битья? Наконец-то мы дома Это повод для тоста Где же этот старый скряг охранил вино? Так Используем отдых Теперь давайте с этим домом Призраком разберемся Как раз почему я пошел квест падальщика выполнять Потому что он нам Артефакт Вот этот факел Как минимум Поможет нам в этом квесте Так Нам нужно попасть здесь на крышу Буду делать за основу перса Так, нам нужно попасть на крышу По месте Джехейры С ее крыши на крышу Вот этой фигни Можно через прыжок Либо У меня есть полет Также Что еще удобнее Так, мы на крыше А, тут Шипы просто Ловушка тут была, понятно Так Открываем двери Но не заходим Значит нас скинут Там ловушка Проклятый череп Нам нужно сразу вот сюда попасть У меня есть свиток Туманный шаг Ну у меня и способность есть Но она сейчас видите Уже завязал Сразу вот так вот Отлично Поместит же нато Телья Странный Мольберт К нему прикреплен какой-то непонятный механизм Так Мольберт Оставьте Он мой Значит тут это Оскар Феврос Объединяем с этой картиной Эта картиня так проста как кажется У нас открылся тайник Мы обнаружили в мастерской Потайную комнату Экипируем факел Отмены Портреты улыбающейся девушки Портал на ощупь ледяной И тебя переполняет Ощущение жуткого страха Но почему эта женщина улыбается Берем факел Вот этот И уничтожаем Мы уничтожили проклятый портал И выдавили оттуда призрака Она умчалась на поиске Оскара Надо последовать за ней Только для госпожи Джанат Отлично Чуть не могу читать Отголоски потерянной любви Оскар Где же он Где же он Письмо написано Наскар и местами заляпана краска Дрожащая господожа Джанат Пишу вам Чтобы сообщить Как продвигается портрет И как нелегко он мне дается Видителям Хотя мое мастерство В передаче внешнего сходства Намного превосходит Умение всех прочих живописцев Нашего города Мне не достает Одного важного аспекта Ваш облик В моих воспоминаниях Неизмеримо уступает Той чистейшей красоте Которую я лицезрел Перед собой Когда вы впервые Сели мне позировать Как я могу закончить Каким ты смотришь Стоит мне закрыть глаза Я больше так не могу Мне надо избавиться от тебя Необходимо Последнее предложение Затерто и не читается Сундук еще Ни хера забьешь Картины госпожи Джанет Дорожный сундук Сколько они стоят Эти картины Мне так уж и дорого Кстати Очень дешево Так Спускаемся Полтергейст Полтергейст Вычурное письмо Дорогая Ферелли Это жена Да мы с твоим отцом Были в таком восторге Когда узнали о твоей помолвке Да еще и с художником С учетом весьма необычного Происхождения твоего жениха Мы с радостью Выделим любую сумму Которая нужна тебе Для устроения торжества В конце концов Дочь замуж Выдашь всего раз в жизни Выдаешь раз в жизни Если ты конечно не гад мер Но об этом я расскажу тебе в другой раз Что касается праздничного приема Тебя устроит высокий зал Или хочется чего-нибудь пороскошнее Мы готовы выслушать любые предложения С любовью матушка По скриптам Я пыталась связаться с твоим талантливым будущим мужем Прости умоляю Я не хотел тебя смущать Но он мне пока не ответил Очень надеюсь Что он это сделает Скоро Тайны Талиса Лучший способ начать толковать свою колоду Талис Это познакомиться с ней так Как вы знакомились с другом невероятно давно живущим на свете и очень мудрым Чем больше времени вы проводите пристально рассматривая колоду Тем больше ее тайн будет просачиваться в вас И выходить из вас как воздух Это не колода должна открыться вам Это вы должны раскрыться Сами перед собой Очень из могущественные символы и древнюю мудрость этих 78 карт А в полтергейстах что-то есть? Нифига себе тут полтергейстов Там месте большое Кто ты такой? Убирайся прочь Прочь Пожалуйста Керри, милая Послушай меня Ты привел меня сюда Ты это сделал Не вмешивайся Он пойдет со мной Керри, возьми Если ты причинишь этому мужчине вред Последствия будут для тебя ужасные Учти это, дух В царстве мертвых ты погубишь его Он это заслужил А что он сделал-то? Он призвал меня сюда Поймал меня в ловушку Жалкий и нелепый мальчишка Я просто хотел объясниться Чтобы ты поняла, что... Нет С меня довольна твоего нытья Довольно Ты не художник Ты эгоистичный Надменный ублюдок Я просто хотела Чтобы меня оставили в покое Прошу тебя Расскажи, что с тобой произошло И как это мне поможет? Или это все для того Чтобы помочь ему? Почему мир всегда должен Крутиться вокруг Оскара Февроса? О, моя милая Керри Что же я с тобой сделал? Побереги слезы Для эфирного плана Убеждение Керри Про которую рассказывал Оскар Была добрая и нежная Это не настоящая ты Что ты говоришь? Ты хочешь запутать меня? Так сложно думать Я не помню Керри Светочей моих Я просто хочу знать Ведь то, что ты сделала Это же не моя вина Почему я здесь? Я не должна быть здесь? Не должна Аура духа Мерцает Изменяется Она растерянна Ничего не понимает Мужчина против воли Затащил ее сюда А теперь не позволяет ей уйти Успокойся, дух Расскажи нам о своей судьбе И твоя душа будет освобождена Клянусь у тебя Ну давайте паладинское используем Хорошо, если Оскар хочет правды Он ее получит У нас была интрижка И ничего больше Мое решение с ним никак не связано Я это сделала, потому что Мне было беспросветно грустно Каждое мгновение Но Оскару проще выдумать мир Где женщины убивают себя из-за него Чем тот, где у них Твоя мать Есть свои проблемы Прости меня, Керри Я правда не знал Но я Я правда не виноват Не виноват Так что держись от меня подальше Вместе со своими паршивыми картинами Между нами все кончено, Оскар Конец Дай мне просто отдохнуть Дьявол тебя дери Боги, ну и историю я устроил Моя милая Ферелия Я был полным дураком, да? А ты все равно не бросила меня Один жалкий призрак меня не напугает Жаль только, что ты не пришел ко мне раньше Что будешь делать теперь? Я хочу остаться Скажу честно Раньше я не считал наш брак чем-то серьезным Я думал, что просто нравлюсь тебе Потому что пишу картины Все это время, мучаясь Я чувствовал, как нежно ты заботилась обо мне Даже в самые тяжелые часы Ты не оставляла меня Это ведь ты меня спасла Прости меня, моя дорогая За то, что Джанет пришлось из-за тебя вытерпеть Ты должен ей больше, чем просто извинения Желаю вам обоим доброго и счастливого брака Прежде чем уйдешь, пожалуйста, я должен вернуть тебе долг Поднимись наверх в мою мастерскую Обещаю Уйдешь ты с бесценным подарком Бессмертием Что же он там приготовил? Итак, сначала ты спасаешь моего мужа А потом спасаешь наш брак Не могу передать, как я тебе благодарна Ты уверена, что после всего, что узнала, хочешь остаться с Оскаром? Боюсь, когда ты полюбила художника, приходится впускать в свою жизнь вот такие вот драмы Само собой, Оскар больше не будет иметь никаких дел со сверхъестественными силами Одной одержимости вполне достаточно для любого брака Тебе стоит принять его предложение Сходить к нему в мастерскую и попозировать ему Тогда, может быть, ты увидишь его таким, каким вижу я Со всеми его недостатками Ладно, только сначала я Хотя бы просто посмотрю, что здесь Оскару Февросу Письмо написано на тонком пергаменте Четким уверенным почерком Оскар, тон и манера нашего послания совершенно недопустимы Почти возмутительны Извольте впредь обращаться ко мне в своих письмах с должным почтением Госпожа Джанет Письмо ловко сверну так, чтобы скрыть торопливую приписку Я с нетерпением ожидаю следующего сеанса Возвращайтесь в особняк через десяток дней Зайдите через вход для слуг, чтобы никто вас не видел, Фе Можете... Где Оскар? Он обещал вернуться через час, но ворота успели закрыться и открыться вновь, а его все нет Не стоит нервничать, наверняка он усел рисовать в вечернем свете и увлекся Я скажу мне Монесу, чтобы зажег свечи к его возвращению По-прежнему никаких следов Оскара Возможно, это его артистический темперамент, о котором предупреждала матушка Оскар бы никогда не оставил меня, не предупреждив С ним точно что-то случилось Я скажу мне Монесу, чтобы выяснил По-тихому Восемнадцатая Кайт Торна Дай господи Короче, это дневник госпожи Джанет Его нет уже пять дней, мне Монес не нашел никаких следов Боги, надеюсь, с ним ничего не случилось Возможно, если пообещать пожертвование огненному кулаку Не отнесутся к этому вопросу надлежащим Почтением Письмо от матери Дорогая доченька, надеюсь, медовый месяц проходит так чудно, как ты и надеялась Жизнь в верхнем городе, все так же прекрасно Цветы в саду распустились, хотя с твоим букетом им не сравнится Надеюсь, ты скоро нас навестишь, мы тогда тебя не видели Приходи в любое время и живи, сколько пожелаешь Свою любовью, как всегда матушка От полтергейстов только кучки остались Так А вот и он, герой нашего времени Кисти смазаны, холст подготовлен, а ты Ну тебе удобно, и это главное Ну что, начинаем? Да Начинаем Замечательно, пожалуйста, встанем вон там и Вуаля, осталось дать картине название Пусть оно передает дух, в котором было создано полотно Давай не будем усложнять портрет искателя приключений, этого достаточно Хороший традиционный выбор, идеально для исполненных достоинств героев вроде тебя Вот, взгляни, полюбуйся немного Не каждый день твой образ сохраняют для потомков Очень неплохо, он идеально передал твою сущность Герой врат Балдера Оскар написал наш портрет и вручил нам его в благодарность за все Легендарный О, какое притягательное лицо Искаженное и безупречное Изящное и отвратительное Болезненное и приятное Кажется, оно подходит под все эти описания и многие другие Ну да, полторы тысячи стоит, кстати Один кг весит В стиле мастеров можете поставить на паузу, прочесть Он говорит, воистину это моя лучшая работа Надо, чтобы ShadowHat еще вот этот сундучок Его бы открыло А, его можно, кстати, взломать Он не красный, помечен, если что ShadowHat вскрывает замки Письмо Оскару Февросу Пергамент старый, шелущащийся, со слабым запахом могилы Милейший господин Феврос, я почувствовал, каким отчаянием было пронизано ваше письмо Разбитое сердце может стать ужасным бременем на душе Я в своей скромной роли посредника с царством духов Полагаю, что смогу помочь вам обрести некоторые облегчения Принесите это письмо в мой особняк на берегу моря Мы вместе посмотрим, смогут ли мертвые предложить вам мир Вечно ваш, мистический падальщик По скриптам У меня страшная прямая дверь, так что запомните ее любимые слова Секрета Мортиорум По скриптам, по скриптам Вы вполне можете рассчитывать на скидку, если порекомендуете мои услуги, хорошо обеспеченные родни, госпожи Джанет Еще у них какую-то витрину взломало, там нихера Мастера живописного искусства Хотите, поставьте на паузу Прочтите Хоть Оскар Феврос лучше всего известен качеством своей клиентуры, на его внимательность к деталям заслуживает всяческих похвал Все портреты, изображающие аристократа врат Балдура, отличают восхитительную точность от улыбки в уголках губ до лукавого блеска в глазах Хоть он и заслужил репутацию ветреного дилетанта, этот молодой художник, несомненно, заслуживает пристального внимания Чувствуешь, Бу? Не нужно думать, что вас кто-то подозревает в чем-то дурном В свете последних событий, госпожа просто хочет немного побыть в одиночестве На время отпуска персонала будет выплачиваться половинное жалование Все, кто захочет искать другую работу, вольны это сделать Коммергер Мерсер Кошель Записи подрядчика Наспех составленный, счет за проделанную работу Произведена работа Раздвижная дверь, потайная в шкаф от Ильи 500 золотых, первая смета, окончательный счет 575 золотых, дополнительные расходы укрепления конструкции После установки двери, чтобы сделать ее еще секретнее по требованию клиента Ваше новое кольцо Дорогая госпожа Джанат, примите нашу самую глубокую искреннюю благодарность За ваше покровительство и предоставленную нам честь Изготовить ваше обручальное кольцо Желаем вам счастья в браке Если в будущем вы пожелаете отметить счастливые события Подарком того же вида и качества Мы сразу все предложим свои услуги, а также скидку для Как для постоянного клиента, искусно ваша, а мотала Ниже подписи красуется печать в виде сверкающего алмаза С позолоченной надписью Искристая радость посередине Ну, шкаф, это тот, который я уже открыл наверху, видимо Сейф Так, что у нас в сейфе? Ну, такое Но 6 стрел для убийства бестий и аберраций Неплохо Многоликие, многостильные Можете поставить на паузу и прочесть Так, тут абсолютный конец Можете поставить на паузу и прочесть Про секта абсолют Еще один кошель Гнилая пища Изыски дома кулинарная книга Можете поставить на паузу и прочесть Рецепты Кто там у них? Слушай, у них Не все полтергейсты вывелись Это со звуком баг просто Ладно Так Заходи, если хочешь, но я тебе официально не советую Они еще не отошли Так, ну что ж, затянулись Видите, всего лишь побочные квесты Не дошел туда, куда хотел Это земля под ногами? Хрустит ли мои кости? Это же херя сказала В общем, затянули по бочке То, к чему я готовился Тогда потом будем Попозже Кто лайк, коммент Молодец Остальное вы знаете Субтитры сделал DimaTorzok